МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире информационная программа Республика с главными новостями региона. Познакомлю вас я, Юлия Важенина. Смотрите сегодня. Дом и памятник в Комсомольском районе открыли новые объекты культуры. История чебоксарского парламентаризма. Городское собрание депутатов отмечает 25 лет. Сказка для взрослых приставы собирали долги с помощью Деда Мороза. В Комсомольском районе сегодня большой праздник. Здесь в селе Шераута открылся новый дом культуры, который возвели в рамках регионального проекта. Какие возможности для творчества появились у местных жителей, увидел и мой коллега Дмитрий Ковалев. Так в республике реализуется приоритетная программа «Культурная среда». У жителей села Шераута появился современный центр творчества и досуга. Этого дня здесь ждали долгие годы. Новый сельский дом культуры Села Шераута. Построили быстро. Весной подписали контракт, летом заложили фундамент. И вот спустя полгода в Доме культуры дают первый концерт. На сцене местные коллективы в зале «Аншлаг». Все оформление, все очень красиво. Рады, конечно, рады. Значит, в деревне живет, в село живет, в поселении живет. Тепло, самое главное. Тепло надо обычно. Мы артисты раздеваем, все уютно, легко. На строительство Дома культуры из бюджета региона направили порядка 15 миллионов рублей. Была приобретена не только современная аппаратура, но и музыкальные инструменты для местного ансамбля. Раньше клуб в Шераутах располагался в деревянном здании. Его признали аварийным и снесли более 20 лет назад. Все это время местные коллективы выступали в актовом зале школы. И вот теперь открывается новая страница в культурной жизни села. Новоселье празднуют не только в клубе. Глава региона вручил ключи от дома многодетной семье Маковым. В рамках национальных проектов на развитие муниципалитетов заложили многомиллионные суммы, отметил Михаил Игнатьев. С одной единственной целью делаем только для того, чтобы наши дети готовились к самореализации, чтобы были специалистами, соответствующими по компетенции. В районе с уважением относятся к своим знаменитым землякам. Преемственность поколений – еще одна немаловажная задача. В селе Старочелны Сербеева воздвигли памятник вице-адмиралу, фронтовику Василию Петровичу Разумову. Это инициатива его учеников, военных моряков и ветеранов флота. Он подводник, и я по случаю подводник. Он дожил до вице-адмирала, и мне довелось получить это высокое звание. То, что вы открываете памяти, позволяет быть уверенным в том, что завтра будут мирные, завтра будет море не штормовое. Среди уроженцев республики немало героев, чьи судьбы – хороший пример для молодежи, отметил глава региона. У нас в республике, я просто напомню, 1678 памятников, монументов воинской славы, разных таких мест, где мы на самом деле отдаем честь, память наших уроженцев Чувашской республики. Среди уроженцев республики только два вице-адмирала и оба из Комсомольского района. В муниципалитете действует сильнейшее морское братство. И в канун 75-летия победы в республике должно появиться еще немало памятников героям, фронтовикам. Дмитрий Ковалев и Игорь Зверев. Республика. Центральными темами 15-й пресс-конференции Владимира Путина по традиции стали присутствие нашей страны в международном медиапространстве, развитие российской экономики, региональные проблемы. Этому внимание уделила и наша коллега Анжелика Григорьева. Задать вопрос президенту России ей не удалось, а вот узнать, что волнует жителей регионов, получилось. На пресс-конференцию аккредитовались около двух тысяч корреспондентов. Бывалые приехали с набором инструментов, чтобы привлечь внимание главы государства и его пресс-секретаря. В ход шли национальные одежды, инструменты, головный убор, а то и просто яркий цвет волос. Александр Данильчев из Мордовии стал героем сюжетов почти всех федеральных каналов. Я спросил Владимира Владимировича о том, что в 2020 году состоится всероссийская перепись населения. Хотелось бы узнать прогнозы президента по поводу этой переписи. И хотелось бы также узнать, какие меры будет государство предпринимать для улучшения демографической ситуации в нашей стране. На самом деле все настроились на серьезную многочасовую работу. Вместе с пропусками журналисты получили памятные подарки. Папку, календарь, ручку и блокнот. Сувениры объединены тематикой предстоящего 75-летия победы в Великой Отечественной войне. Об этом тоже говорили на пресс-конференции. Страна должна отдать дань памяти участникам великих сражений, а главное сделать все возможное, чтобы ныне живущие ветераны не нуждались ни в чем сегодня. И это задача органов власти на местах. Конечно, все регионы живут по-разному и проблемы у них свои. Но все стремятся иметь стабильную экономику, думают о социальном самочувствии жителей и выстраивают перспективы. На вопрос журналиста о повышении зарплаты медицинским работникам и развитии первичного звена здравоохранения Владимир Путин отметил, что выделено дополнительно 550 миллиардов рублей. Деньги направят на техническое оснащение и закупку транспорта. Правительством России принимаются меры по лекарственному обеспечению, в том числе тех, кто нуждается в особом лечении. Увеличивается и собственный рынок лекарств. Надо не забывать и о развитии собственной фармацевтической отрасли. В 90 стран мира мы сейчас экспортируем наши лекарственные препараты. В 90 стран мира. Раньше такого не было. Если мы туда экспортируем, значит, качество этих препаратов признано качеством мирового уровня. В прошлом году уже 700 с лишним миллионов нас было продано, 780, по-моему, примерно в таком объеме было продано за границу наших лекарственных препаратов. Региональная повестка пресс-конференции была достаточно содержательной. На журналистской негодовании по вопросу так называемой мусорной реформы Владимир Путин отметил, что по стране в год генерируется 70 миллионов тонн бытовых отходов. С нуля создается индустрия утилизации отходов. Основные усилия предприняты, созданы операторы, в том числе и региональные. Все должно быть прозрачно, люди должны понимать, за что они платят. Свою позицию президент страны выразил и в отношении демографической политики, а также предоставление гражданства. Мы можем давать гражданство, но важно, чтобы людям было комфортно, чтобы они не вызывали раздражение у местных жителей, знали язык, культуру, историю. Для них нужны специальные курсы, резюмировал Владимир Путин. Тренд последних встреч с президентом – вопросы подарки. С подарком. Будем надеяться, что его передадут Владимиру Владимировичу лично. Это уже даже мировой бренд. Они есть у Жерара Депардье, у президента Чуваши. Их даже Ангеле Меркель передавали, такие валенки. К нам приезжают туристы со всего мира. В преддверии Нового года один из журналистов предложил 31 декабря объявить выходным днем. По мнению президента, такие решения не принимаются в спешке. Необходимо провести анализ, чтобы не нанести вред дачникам и огородникам, которые в мае начинают работу на своих участках. В следующем году будет новая пресс-конференция и новые темы. Не исключено, что рекорд 2019 года по количеству зарегистрированных СМИ снова будет побит. Анжелика Григорьева, Андрей Шоклев, Республика. Один из самых долго обсуждаемых документов в бюджет Республики на следующий год депутаты Государственного совета приняли еще в конце ноября. На последней в этом году сессии ряд законов привели в соответствие с федеральными. Из основных вопросов повестки дня. С 1 января 2020 года сотрудникам Федеральной службы судебных приставов будут положены те же социальные гарантии, что и полицейским, и росгвардейцам. Это касается и такого вида поддержки, как жилищный сертификат. Судебные приставы были приравнены к органам правоохранительными. Соответственно, в федеральном законе ветеранах добавили и судебных приставов. Соответственно, они имеют право уже получать сертификаты на приобретение жилья, если они стоят в очереди. 400 человек находятся в очереди. И только в этом году около 90 человек получат сертификаты. Следующие поправки в законодательство касаются капитального ремонта. В состав комиссии по приемке работы по капремонту многоквартирных домов включат представители органов местного самоуправления. Сейчас они вне данного процесса, что иногда превращает процедуру в формальность. Все-таки муниципалитет отвечает за все, что происходит на территории муниципалитетов. И их сотрудники обязательно должны быть для более жесткого контроля по введению, подписанию актов по ремонту данных многоквартирных домов. На сессии озвучили и последнюю информацию о ситуации с Чувашкредитпромбанком. Сейчас заявитель, Нацбанк, требует признать Чувашкредитпромбанк банкротом. Сегодня где-то обязательство банка составляет порядка 3 миллиардов 800 миллионов. А кредитный профиль, активы банка составляют 3 миллиарда 700 миллионов. То есть есть финансовый разрыв, пока он выражается в 100 миллионов. Ну и, соответственно, временная администрация посчитала, что здесь нет покрытия всех долгов, обязательств банка. Ну и, соответственно, это не принудительная ликвидация банкротства. Что касается выплаты вкладчикам, на сегодня страховые выплаты – это порядка 2 миллиардов 700. Сегодня уже банком-агентом, это Российскорбанком, выплачено 2 миллиарда 330 миллионов. То есть большинство заемщиков воспользовались своими правами. Что касается тех, на кого не распространяются страховые выплаты, ориентировочно с ними должны рассчитаться к концу первого квартала следующего года, отметил Иван Моторин. Ольга Пырочкина, боксер Велиев, Республика. От киловатт к мегаваттам отрасль энергетики развивается поступательно. Современное цифровое оборудование, новые технологии, высококвалифицированные кадры. Свой профессиональный праздник отметили специалисты важного сектора экономики. Ставку сделали на цифровизацию. Современные технологии позволяют сегодня творить чудеса. Система энергоснабжения и потребления выстроена таким образом, что может работать почти автоматически. Два раза сократилось время на ликвидацию аварий. А это один из главных показателей работы энергетического ведомства. Достижения главе республики продемонстрировали наглядно. С пультиком, который сам передает показания, сам снимает показания. Вплоть до того, что мы с рабочего места можем выйти над счетчиками человека, злостного не платить, а ограничить дистанционно. Это умные счетчики. Это здорово. Михаил Игнатьев поздравил энергетиков с профессиональным праздником. В дальнейшей такой ответственной работы, бесперебойной работы системы энергетики. Вы, тем более, все управленцы у нас здесь, да? Да. Армия у вас большая, 1637 человек. Интеллектуальная система учета электрической энергии, говорят специалисты, установлена уже практически во всех районах республики. А это гарантия тепла и света. Наталья Мальчикова, Алина Сусметова, Валерий Резюков, Республика. В Торгово-промышленной палате России подвели итоги национального рейтинга прозрачности закупок в 2019 году. Чувашской республике присвоена наивысшая степень гарантированная прозрачность. В Чувашии действует централизованная система госзакупок. Она позволяет получать максимальную экономию бюджетных средств и формировать конкурентную среду. Все заказы путем проведения торгов размещаются через уполномоченный орган госслужбы Чувашии по конкурентной политике и тарифам. Кстати, по итогам 9 месяцев объем государственных закупок составил 10,5 миллиардов рублей. Бюджетная эффективность около 750 миллионов. Система позволяет и контролировать исполнение заказов. Например, по неисполненным контрактам выставлены неустойки на сумму более 50 миллионов, а взыскано 44 миллиона рублей. 25 лет представительной власти столицы Чувашии. Среди гостей почетные граждане города, те, кто в разное время возглавлял органы власти. Депутатов Чебоксарского горсобрания поздравил и глава республики Михаил Игнатьев. Фоэ театры, оперы и балеты выглядела непривычно. Выставка о работе чебоксарских депутатов всех созывов получилась очень красочной. Первый созыв начал свою работу с декабря 1994 года. В его состав вошли всенародно избранные 43 депутата и глава самоуправления. Им пришлось решать важнейшие задачи – составление единого реестра муниципальной собственности, включение завожья в черту города Чебоксары, утверждение городских символов. Непростое было время, вспоминают ветераны. 45-й год, как я начал трудиться в жилищском хозяйстве города, республики. Работа очень интересная. Сам даже удивляюсь, как я выдержал такое время, всякое бывало. По словам бывалых, депутатская деятельность – это не работа, это служение народу. Многие, даже сдав депутатский мандат, продолжают свою миссию. Это как раз самые интересные периоды были. Первый, второй созывы. Работали мы долго, целый день засчитали, на завтра откладывали некоторые вопросы. Времени хватало даже. Как хороший дирижер умело управлять своим хором, так и разноголосым депутатским корпусом управляет председатель ЧГСД. Народные избранники отчитываются о своей проделанной работе в своем округе. Совместно обсуждают наиболее актуальные проблемы микрорайон. Идет острая дискуссия. Задаются непростые вопросы. За особые заслуги вручили награду Евгению Кадышеву. Глава республики выразил благодарность за активный плодотворный труд, напомнив, что ключевые показатели работы депутатского корпуса – доверие народам. Нет другого города налоги, как город ЧГСД на сегодняшний день. Вот об этом мы должны говорить и на этой основе тоже воспитывать уже нашу молодежь по вопросам экологической безопасности и сохранения практически нашей природы. В другом составе, но в том же направлении, только вперед. Работа местного самоуправления наиболее социально ориентирована, отметил Леонид Черкесов. Утверждаются нормативные акты, которые напрямую влияют на улучшение жизни населения. Я помню, в 2010 год, когда приходили ко мне на прием и говорили, дайте хотя бы детский сад, чтобы ребенок пошел хотя бы один год, чтобы привыкнуть к школе. В этом году все детские сады в городе построены. И это здорово. Почетные награды получили все те, кто внес свою лепту в развитие города. Наталья Мальчикова, Борис Андреев, Республика. Дед Мороз и Снегурочка о том, как встретить Новый год без задолженности. Сегодня приставы Чувашии провели акцию «Узнай о своих долгах». Параллельно на столичном вещевом рынке ярмарка состоялся рейд. Сразу 12 судебных приставов, распределив территорию, проверяют неплательщиков. Список известен заранее. 20 предпринимателей, которые задолжали как минимум 25 тысяч рублей. Каждый. Вот видите, я производство каждое оплатил. А их не надо было оплачивать, да получается? Нет, а плачивать надо было. Один за другим предприниматели прямо на месте гасили свои долги. У кого-то неоплаченной оказалась экспертиза товара. Кто-то запамятовал уплатить налоги. Рассчитались 16 человек. Общая возвращенная сумма более 300 тысяч рублей. Многие должники из проверенных 20 человек предпринимателей предпочли оплатить свои долги на месте. А кто отказался? Накладываем арест на имущество, которое они реализуют на рынке. Так произошло с владельцем текстильного отдела. За должность более 100 тысяч рублей он погасить не смог. Поэтому приставы наложили арест на имущество. Комплекты постельного белья на эту сумму изъяли из отдела. Их вернут, как только предприниматель рассчитается с долгами. В противном случае текстиль реализует, чтобы закрыть счета. В подобной ситуации сегодня оказалось еще три предпринимателя. Конечно, под Новый год это не самый лучший подарок. Поэтому приставы напоминают, что лучше за своими долгами следить самому. И оплачивать их вовремя. Поздравляю вас с испачьим Новым годом. И желаю этот год с мельцем. Проверить свои долги можно онлайн. Через банк данных исполнительных производств. На официальном сайте службы судебных приставов Чувашии. И погасить задолженность самостоятельно. До прихода приставов. Ирина Волкова, Алексей Зотиков, Андрей Спиридонов. Республика. В рамках национального проекта «Экология» в республике значительное внимание уделяют содержанию и строительству очистных сооружений. На смену старым технологиям приходят новые разработки. Наша съемочная группа побывала в Урнарском районе. Биологическая очистка – новый метод очищения сточных вод. Его основное преимущество – отсутствие химических реагентов. Очистка происходит путем взаимодействия различных микроорганизмов. Сегодня в поселке Урнары проживает порядка 10 тысяч человек. В последнее время очистная система поселка перестала справляться с нагрузкой. Для решения проблемы всю систему очистки канализации было решено полностью заменить и установить биологические очистные сооружения. На сегодняшний день идет строительство по очистным сооружениям для поселка Урнар на 1800 кубических метров в сутки. Работы ведут в соответствии с графиком. Работа началась в августе месяце 2019 года. Задача предлагается у нас по контракту 30 ноября 2020 года. На сегодняшний день работаем по монтажу им костей, по устройству фундаментов. Соответственно, параллельно ведем прокладку сетей, магистральных сетей. Новый комплекс будет обслуживать не только многоквартирные дома, но и частный сектор. Имеющуюся станцию переоборудуют для очистки ливневых вод. Наши правительства правильно делают упор на экологию. Биологические очистные сооружения активно строятся по всей республике. Новым методом очистки уже воспользовались в Ибресинском и Алатарском районах. Богдана Дойникова, Алексей Зотиков, Игорь Зверев, Республика. В это воскресенье 22 декабря в столичном детском парке Николаева впервые пройдут ледовые старты. Участники спортсмены детской слэдж-хоккейной команды АДЛ. Соревнования пройдут в рамках республиканского марафона «Новогодняя республика». Спортсмены проведут открытую тренировку, примут участие в командных играх, а развлекать их будут аниматоры. В Доме снеговика для ребят проведут новогодние творческие мастер-классы. Это все новости к этому часу, а я с вами прощаюсь. Хороших вам выходных! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова